Всем привет! Опять чай из банки. Любимая, фешенебельная, респектабельная рубрика всех нормальных пацанов. Чай из пакета, банка. Наливаем. Опа! Я горячий не пью, поэтому чуть не доливаю и холодненькой водички. Дорогой ретро графин. О! Блин, солнце! Вот всегда так, блядь! Настроишь нахуй, чтобы было все без солнца. И в итоге солнце. Ладно, хер с ним. Итак, ребята, сегодня чай из банки и две шоколадки. Вкусная и невкусная. Я купил вот этот вот шоколад горький, 85% какао. Не покажет, наверное. Я люблю горький шоколад, но это прям вообще, ну он такой, ну он совсем на любителя. Поэтому купил по акции просто темный шоколад Россия. Ну просто он там 39 или 38 рублей в пятерке. Я не удержался. Такие вещи я всегда беру. Потом в пятерочке куплены семечки. Ребят, тоже недорогие, чищенные семечки, жареные, очень вкусные. Я уже про них говорил, это реально вкусно. И финики. Ну, такие финики не самые лучшие, но финики это очень полезно, поэтому я рекомендую вам их есть. Итак, сегодня чай из банки и тема «Ты для жизни, жизнь для тебя». Я об этой своей теории, ну может это и не совсем моя теория, но я ее где-то слышал. Может быть даже мой папа об этом говорил. Ну в общем, я ее присвоил себе и буду считать, что она моя. Суть в том, что когда ты для жизни что-то делаешь, то и жизнь в ответ делает тоже для тебя. Я об этом говорил в одном из своих последних видео на блоге Тихого. В предпоследнем видео последнее было про наркомана. Кстати, очень классный видос. Многие из вас не оценили, но видимо не прониклись. То, о чем говорил человек, то, что он там употребляет, это его личное дело. Но то, о чем он говорил, мне кажется, это стоило послушать просто для того, чтобы понять, как бывает. В одном из роликов, я не помню, как он там называется, я уже сказал вот о том, что про эту свою теорию «Ты для жизни, жизнь для тебя». То есть смысл этой теории, я уже сказал, что ты для жизни что-то делаешь, и в ответ жизнь это делает для тебя. Поэтому, если ты там весь такой положительно и созидательно настроенный, то и жизнь у тебя будет складываться нормально. Ну вот оно в большинстве случаев, там за исключением каких-то исключений, да, там бывает, что там кирпич на голову падает. Но сюда можно потянуть теорию как бы кармы, да, тоже можно потянуть, почему нет. Что такое карма? Карма это вот наше сегодня состоит из того, что мы сделали вчера. Это же логично, это не просто какая-то там теория о каких-то возвышенных вещах, которые никак не доказать. Нет, действительно, наше сегодня состоит из того, что ты сделал вчера, а наше завтра состоит из того, что ты сделал сегодня. И вот эти вот, эти законы жизненные, они очень взаимосвязаны. Вот этот вот закон кармы, только он еще переходит из жизни в жизнь. Если в той жизни ты накосячил, то в этой жизни логично, что ты будешь за это нести ответственность, как-то отвечать. То есть, ну, в это уже может быть кто-то не верит, но суть в том, что как-то все это очень логично. И в законе жизни, вот этом вот том, что ты для жизни, жизнь для тебя, по сути то же самое. Тот же закон кармы, только может быть он чуть под другим углом, грубо говоря. Чай сегодня, чай Тесс, сейчас я вам покажу. Чай Тесс, это такая довольно претенциозная фирма, очень серьезная. Недорогой, но я бы сказал, сорт ближе к элитному, ближе к элитному. Просто упаковка попроще, а так все то же самое. Шоколад. Несколько примеров приведу. Я когда жил в Петрозаводске, у нас там была компания алкашей. Ну, я был еще школьник, мне там было лет 10-12. Чай из банки, ребят. Пейте чай из банки, не занимайтесь херней. Именно чай из банки. Так вот, была компания алкашей. И это были такие дядьки лет типа там 25-30-35-40-50. То есть, они так по-разному кучковались. Бывало, даже они собирались с такой компанией, прямо человек там 10. И начиналось у них... Это была самая крутая пьянка, когда их было до хера. Это было очень круто, когда они там собираются, человек 12. Вот таким большим количеством нажирались. Это было весело. Потом кто-то из них там валялся, мы прикалывались над ними и так далее. Видели, как они там обоссываются. Как жена потом приходит, волочит его как-то домой. Это было очень смешно. Ну, грустно, конечно, но нам, детям, тогда было очень смешно. И вот эти алкаши, потом уже через какое-то время, когда я подрос, никто из них как-то, по-моему, не наладил свою жизнь. То есть, они так и остались. Кто-то умер, кто-то может еще и живой, я не знаю. Вот сейчас я точно не знаю. Но суть в том, что сколько вот я их видел, никто из них не жил нормальной жизнью. То есть, они жили все. Кто-то работал на каких-то говняных работах, если он работал. Тот, кто не работал, просто гулял по двору и вычислял кого-то из своих корешей, чтобы где-то там нарулить хоть чуть-чуть бабла на водку. Вот и все. То есть, вот вам, пожалуйста, пример. Ты для жизни ничего не делаешь, ты только убиваешь себя. То есть, ты это тоже жизнь. И если ты себя убиваешь, то жизнь, она, как бы, естественно, отвечает тем же, она тоже тебя убивает. Если ты идешь в развитие, она тебе помогает. Вот пример алкашей. Они просто вот как-то дожили до конца, кто дожил, кто как умер. Еще при мне тогда несколько человек умерло. Ну, просто умерли, все увезли на скорой куда-то. И все, человека больше не было. Также были наркоманы, токсикоманы. Тут вообще все очень быстро работает, еще быстрее. Когда человек начинает употреблять наркотики и в этом деле развивается, то и жизнь его, конечно же, раскручивает. И там либо он садится в тюрьму и дается ему шанс как-то переосмыслить и выйти уже, попробовать начать жить сначала. Либо он умирает, передоз, выпал из окна, еще что-то. Когда вот тогда я был мелким, мы так токсикоманили. И когда я этим увлекался, тоже моя жизнь была очень мерзкая. Но как-то мне в этом деле очень повезло. Потом я остановился и забил, забыл про это дело и все, и нафиг. А кто-то, кто в этом деле развивался, там уже и в детские колонии ребята поехали. Я не знаю, как там жизнь складывалась, но это было все очень печально. Опять же, такой пример, который может кому-то из вас не понравиться, но он тоже имеет место быть. Это вот эти сообщества однополой любви, ЛГБТ. Короче, пидоры-лезбухи, да? Что тут говорить-то? Будем вещи называть своими именами. Что у них происходит? Они жизни не дают саму жизнь. То есть, они никогда не дадут после себя потомство. Жизни нужно, чтобы она продолжалась. Это ее самая важная функция у жизни. Это ее же продолжение. Когда какой-то вид, представитель какого-то вида не продолжает жизнь, потому что он там, ну, он просто трахает дядя, трахает дядю, тетя, трахает тетю. Естественно, там не будет никакого продолжения жизни. Среди этих людей много тех, кто заболевает всякими этими болезнями, ВИЧ-инфекциями. Много всяких психических расстройств. Много самоубийств. Убийств на почве ревности. Я как-то подвозил, короче, двух лесбиянок. Ну, блин, ну, как бы, они такие вроде по человеческим меркам-то, может, и нормальные. Они как-то, ну, в том плане, что они не вели себя уж совсем мерзко. Они были такие пьяненькие, от них неприятно пахло вообще. Как-то они, такое ощущение, как будто как бомжихи какие-то вообще. Ну, это молодые девчонки, там лет, ну, до 30 это точно, лет, может, 25. Вот такие. Одна похожа на бабу, вторая вот откровенно как чувак. И в итоге та баба, которая похожа на бабу, она, оказывается, изменяла своей, как бы, блядь, своему парню бабе, бабе-парню, блядь, с этой баба-парней, блядь. Как сказать-то, да? Потому что это по разговору было понятно. Они не парились, что я там услышу, не услышу. Они, короче, там говорили, ну, ты скажи, что, короче, скажи ей, что была там, ясно. Вот поверит, типа, да, да, я ей так и скажу, они там поцеловались что-то там и разошлись. А, кстати, у меня тут я жил, на первом этаже, короче, жили лесбухи, снимали квартиру. И мне сосед один рассказывал, что там, короче, живет лесбуха, чувак. Она была с лесбухой бабой, а до этого у нее была другая баба, которая ей тоже изменила, и та ее во дворе на глазах у всех пиздила, как мужик, короче. Просто ту-ту-ту ногами пинала, крик был, кровь. Там мужики потом оттащили ее, короче, она там чуть не убила ее. Ну, это все такое, такие примеры просто, то, что вот пришло на ум. Но суть в том, что это сообщество, оно неблагополучное. Вот так вот, там что-то происходит. Те люди, у кого семья, нормальная семья, они уже большей частью более-менее нормально живут, если не занимаются херней. Если они продолжают также в жизни какой-то созидательный образ жизни. Не просто вот мы родили ребенка, и теперь мы можем делать что хотим, бухать там и все что. Нет, конечно нет. Ты должен в целом свою жизнь строить вот так вот, именно в позитивном, именно в созидательном ключе, чтобы ты давал что-то жизни. Даже если, например, вот представьте там, пидорас, да, он может, например, быть хорошим строителем. Он может быть еще в какой-то профессии, быть профессионалом и что-то жизни давать. И вполне возможно, что он проживет эту жизнь вполне достойно. Хоть и жопошник, дырявый, хуесос. Ну, ребята, не уподобляйтесь таким, пейте чай из банки. Еще один пример, такой средний как раз, именно на грани пример, так скажем, обычного человека. Есть люди, которые вроде бы как и нормальные, то есть не бухают там как-то, не жопошники, не еще что-то там. Но при этом он и для жизни ничего особо не делает. То есть он не осваивает какое-то ремесло, профессию, какое-то свое дело. Вот что-то такое, вокруг чего происходит движняк. Он устроился на какую-нибудь ебланнейшую работу, грубо говоря, я не знаю. Вот устроился бы нормальный 30-летний мужик работать вот в метро в стакане сидеть у эскалатора, как бабка, которая спит в этом стакане, да, вдруг чего. Сколько они там зарабатывают? Говорят, они там чуть ли не 12-15 тысяч в месяц, что ли, им платят. Каким-то вахтерам. Вот если нормальный взрослый крепкий дядька устроится вот на такую работу, на которой там, дай бог, пенсионер, если работает, это понятно. Тут не об этом речь. Но когда ты можешь реально что-то делать, а ты маешься хуйней или живешь за чужой счет. Вот когда ты, опять же, ты не идешь в развитие, а ты просто как бы и говна не делаешь, не пьешь, не куришь, например. Но и не развиваешься, то твоя жизнь, в лучшем случае, она, опять же, никак и пройдет. Потому что у тебя, ну, естественно, у тебя нету никаких возможностей. Ты, скорее всего, никому не будешь интересен. Ну, не ты, а тот человек, да, о котором мы говорим. И это будет никак. Есть примеры, когда человек дожил до 40-50 лет и просто нихуя просидел там у телека или у компа на кухне. Как-то просуществовал. Если есть баба, это, конечно, повезло. Может, баба тянуть там как-то, я не знаю. Ну, и то, что там баба, может быть, у бабы, может быть, ребенок до него был от другого человека. И она его просто взяла как, ну, чтобы рядом было живое существо такое, которое могла там натаскать пакеты из магазина, да, там и, ну, и выполнять какие-то примитивные команды. Это тоже человек, он не идет особо в развитие. Он вообще не идет в развитие. Он, ну, он и как бы типа не деградирует. Но для того, чтобы стоять на месте, все равно немножечко надо крутить педали. Вот вам, пожалуйста, пример, хороший пример. Мой тесть, ну, то есть папа моей бывшей бабы, да, он мировой мужик. Вот серьезно вам хочу сказать, это человек, с которого вот я в каких-то случаях беру пример. И если весь мир с него будет брать пример, то у нас будет рай на земле. Он человек очень хозяйственный и человек настроенный на семейную жизнь. Вот ориентирован именно на это. То есть он, вот для него самая главная семья и чтобы в семье все было хорошо. И из-за этого он готов терпеть все, что угодно. Там даже мерзкое отношение своей супруги к самому себе, он готов хавать. При этом я хочу заметить, он не такой олень как бы или каблук или что-то. Нет, он все делает так, как ему нужно. За чего она и бесится. Нормальный мужик это тот, который делает только то, что ему нужно. Баба подстраивается под мужика. Мужик под бабу никогда не должен подстраиваться. Это я уже на себе понял. Поэтому как бы у меня семья и развалилась. Потому что я думал, что я плохой. На самом деле нихуя. Я нормальный. Я охуенный. Понял? Это я сейчас скромно говорю. Не так претенциозно, как надо. Финик сожру. На них, кстати, такие недешевые. Около сотки стоят пакетик. И вот. Мой тесть всю жизнь все делал для семьи. Построил две дачи. Построил сыну квартиру. Дочери сделал. Ну там частично. Большей частью даже, я так скажу. Себе, естественно, трешка. Один дом купил в деревне. Все весь сделал. Второй дом, который был старый. Весь привел в порядок. Два гаража. Понимаете, насколько хозяйственный человек. Именно как хозяин такого вот. Своего какого-то уровня. Семейного. Все, естественно, есть вообще все. У всех есть одежда. У всех есть. У него там инструмент весь есть. У него один был УАЗик. Второй УАЗик. Третий УАЗик. Четвертый УАЗик. Ну, не одновременно, естественно, подряд. Прицеп. Чтобы возить все. Кучу-кучу говна. Возить из одного дома в другой. Потому что это же хозяйство. Это нужно хуячить. Он работал всю жизнь на стройке. Тот, кто работает всю жизнь на стройке. Это очень хорошая отработка кармы, ребята. Потому что ты строишь для людей. Если ты хорошо работаешь на стройке, это труд во благо. Поэтому он может построить все. Все ремонты. Всю фигню он все делает сам. У человека нормальная старость. Ну, ему, я не знаю, сколько ему. 65 или 70. Не знаю, сколько ему лет. Неважно. То есть, уже пенсионер давно. Он даже на пенсии работал. Жена как-то с ним осталась. Ну, потому что они женились и жили в то время, когда нельзя было разводиться. Хотя было многим непонятно. Ну, не многим, а понятно кому. Было непонятно, почему они еще вместе. Потому что там, конечно, тяжелый характер. Но, тем не менее, семья сохранилась. Они с женой вместе. У них двое детей. У них внуков четверо. Четверо внуков. Все есть. Все нормально. Счастливейшая старость. Живут, хотят в городе. Хотят в деревне. Потому что в деревне два дома. Работать не надо. Пенсии хватает. Потому что, естественно, все эти картошки, морковки, капусты, рыба. Все вот это есть. То есть, там можно даже просто прожить на просто то, что есть еда. Вот, человек для жизни идет как бы в развитии. Он поддерживает саму жизнь. Жизнь своей семьи. Он все для этого делает, старается. И в ответ у него все это тоже есть. Ему ничто не мешает нормально жить. У него нету каких-то там проблем. Вот таких вот глобальных. Понятно, что у всех есть проблемы. Действительно у всех. У него со здоровьем проблемы. Возраст там, как бы тяжелая жизнь. Но в целом у него все в порядке. О такой старости может только мечтать большинство людей. Вот вам хороший пример. Блядь. Ой, чай из банки. Очень круто. И хочется вам как бы рассказать немножко и про свои какие-то примеры. И просто я не хотел бы прям особо углубляться в свою прямо личную жизнь. Семечки претенциозные. Но по своей жизни, как раз именно по своей, я понимаю, что это правило. Ты для жизни, жизнь для тебя, оно работает. Потому что когда наступает какой-то момент, когда ты должен что-то делать. И делать что-то важное. Что-то полезное, что-то нужное. Ты начинаешь это делать, много сил туда вкладывать. Тебе всегда приходит отдача. Всегда. Когда кладется болт на все. Забивается, начинается. Приходят последствия. Все это очень логично. Вот я сейчас так долго об этом говорил. Но это все, все, вы же все это понимаете. И оно работает. Вот о чем я вам хотел сейчас рассказать. Правило. Ты для жизни, жизнь для тебя. Поэтому, если возникает, да, вывод-то полезный, какой делаем. А такой, что если в твоей жизни происходит какая-то фигня. То подумай. Ты для этой жизни, достаточно ли ты что-то сделал. Конечно, еще возможен откат там какой-то вот кармический типа. Да, где-то. Не просто же так мы получаем пизды. Не только потому, что попали под замес. А потому, что, может, мы заслужили когда-то это. Может быть, когда-то. Такое вполне возможно. Потому, что законы-то работают. Если я сейчас просто вот так вот возьму и головой о пол ударюсь. Мне же будет больно. Потому, что я это сделал. Я это сделал. Вот мне фидбэк. То есть, одного без другого быть не может. То есть, всегда что-то происходит. Вот это что-то происходит из-за того, что до этого что-то было. Понимаешь? С пустого места ничего не берется. И, как я уже говорил, ничьих денег, ребята, не бывает. Был рад с вами пошалить. Там в описании есть мой инстаграм. Там очень все мега круто. Там действительно вот инстаграм. Это мой инстаграм. Ну, это просто кладезь философии. Это нужно подписаться и все время его смотреть. Спасибо. Был рад. Чай из банки. Лайк. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok